В преддверии Дня Защитника Отечества губернатор Приморского края поздравил всех с праздником. Поприветствовав со сцены Театра молодежи гостей мероприятие, Олег Кожемяка отметил, что регион гордится своими героями. Дорогие друзья, я еще раз поздравляю вас с этой замечательной датой, с праздником Днем Защитника Отечества. Хочу пожелать вам здоровья, успехов и, конечно, победного возвращения наших ребят на родную землю. Губернатор региона вручил награды, благодарности и знаки отличия участникам СВО, волонтерам и активистам, а также сотрудникам важных для края отраслей. Поэтому нет такой семьи, где этот праздник в Приморье не отмечался. В силу того, что и Владивосток, и Приморский край являются фаркозом и гарантом безопасности нашей страны здесь, в Азиатско-Текянском регионе. Именно здесь базируется Текхианский флот. Пятая общеросновая армия, одной из самых крупнейших войсковых объединений в системе Министерства обороны. Три полка 11-й воздушной армии. Войны, десантники 83-й десантно-штурмовой бригады. Росгвардейцы, пограничники. Поэтому для приморцев этот праздник особенно дорог. И именно приморцы стали первыми на защиту нашей страны от нацизма. Все присутствующие на мероприятии почтили память погибших в зоне СВО и поблагодарили тех, кто оказывает помощь и поддержку нуждающимся семьям. Мы склоняем головы перед нашими упавшими товарищами и делаем все, чтобы им, их семьям была оказана необходима помощь. С тем, чтобы их дети понимали, что их отцы отдали жизни за их слугу. Это те 30 мер специальной военной поддержки, которые есть и социальные, которые сегодня есть в Приморье. Это последующие трудоустройства, это приобретение жилья для тех детей, кто лишился своего отца. В настоящее время в Приморье ведется большая работа по поддержке военнослужащих и мобилизованных граждан, находящихся в зоне СВО. Поддерживают и семьи, которые ждут их здесь, в тылу. Диана Иванова, Новости на Восьмом.